Где нашли съедобный фруктовый кекс столетней давности и почему рыбы могут зимовать в замерзших озерах только с алкоголем в организме? Об этом и не только в нашем обзоре. В индонезийском городке Джатуванге для обычных рабочих устроили соревнования по бодибилдингу. За долгие годы труда мужчины, которые ежедневно на солнце кладут черепицу, неплохо подкачались и загорели. Конкурсанты, обмазанные маслом, демонстрировали мышцы и поднимали тяжести. Оценивали бодибилдеров местного разлива женщины. Для них такое зрелище в новинку. Но организаторы уверяют, в первую очередь с помощью конкурса популяризируют здоровый образ жизни. Жителям северного полушария нужно запастись желаниями. Сегодня ночью своего апогея достигнет звездопад Персеиды. Он считается одним из самых обильных метеорных потоков. Только за час этого волшебного явления можно будет насчитать до 200 падающих звезд. Поток смогут увидеть и жители Украины. Звездный дождь ежегодно появляется в августе со стороны созвездия Персея. Тогда в атмосферу Земли попадают остатки хвоста кометы Сфифта-Татла. В Японии в эти выходные состоится самый масштабный в стране фестиваль танца Ава-Одори. Туристы съезжаются в город Токусима, чтобы посмотреть на яркие представления. Группы танцоров, известные под названием Рен, шагают улицами города под звуки традиционных музыкальных инструментов. На всем своем пути артисты распевают песни. Одеты они в яркие народные японские костюмы. Ежегодно фестиваль посещает больше миллиона человек. В Антарктиде нашли фруктовый кекс, который испекли в начале прошлого века. 106 лет он пролежал нетронутым на полке в заброшенной хижине на мысе Адер. Но за столь длительное время пирог не испортился. И по словам ученых, которые его нашли, выглядел почти съедобно. Они предполагают, что десерт принадлежал британскому исследователю Роберту Фолкану Скотту. В 1911 году он жил в этом домике во время экспедиции Терра-Нова. Золотые рыбки под градусом. Благодаря алкоголю эти животные могут месяцами жить в водоемах, покрытых льдом. Как это происходит, выяснила группа норвежских ученых. Из-за недостатка кислорода в замерзших озерах в организме рыбок накапливается смертельная молочная кислота. Чтобы выжить, они превращают ее в этиловый спирт и выбрасывают через жабра. Во время эксперимента у некоторых рыбок обнаружили настолько высокий уровень алкоголя, что он превышал лимиты, разрешенные для управления автомобилем.